Таллинн прошел достаточно долгий путь, добиваясь справедливости в вопросе финансирования частных гимназий, пока в октябре минувшего года госсуд не удовлетворил жалобу Таллиннского горсобрания и не признал несоответствующей Конституции ситуацию, когда государство обязует местное самоуправление частично финансировать частные школы, но не выделяет на это деньги. Госсуд посчитал, что финансирование деятельности частных общеобразовательных школ не может рассматриваться как задача, присущая местным самоуправлениям, тем более не подкрепленная деньгами госбюджета. Суд совершенно точно определил, что если государство накладывает на местное самоуправление дополнительные обязанности, то для этого должны быть выделены и соответствующие средства. К сожалению, это сделано не было. Более того, несмотря на решение государственного суда, государство в лице Министерства образования не выделило ни цента за весь период, начиная с 2011 года по 2014 год. И мы вынуждены были опять обратиться в суд, опять пройти все необходимые процессуальные действия для того, чтобы уже было конкретное решение по суммам, которые должно заплатить государство, выделить государство городу Таллину. Согласно последнему решению Тартусского окружного суда от 4 марта этого года, государство обязано выплатить Таллину 1 миллион 375 тысяч 880 евро в счет компенсации за период с 2011 по 2014 год. Прецедент, созданный столичными властями, сподвиг и другие самоуправления озаботиться возвращением потраченных, как теперь выясняется, незаконно сумм. В частности, Кохтло-Ярвиское управа намерено взыскать 450 тысяч евро, которые пошли за период 2011-2014 годов на содержание частной школы «Интеллект». Для местного самоуправления это очень значительная сумма. В результате этого решения Министерство образования заключило со всеми самоуправлениями на сегодня договора о возмещении средств, которые выплачивают в самоуправлении частных школ. А что касается предыдущих периодов, то мы, естественно, написали в Министерство письмо, что мы просим за последние 4 года нам тоже вернуть деньги. И они нам ответили, что индивидуально каждое самоуправление должно обратиться в суд. И только тогда возможно получить свои деньги. Вот что мы и сделали. Я думаю, что сейчас на нами последуются все другие самосправления, кто финансировал частную школу последние годы. По словам Людмилы Янченко, на основе таллинского прецедента Министерство образования уже заключило с местными самоуправлениями договор о финансировании частной школы с 2015 года. Однако местные власти могут рассчитывать на получение через суд потраченных за предыдущие 4 года денег. Впрочем, если, к примеру, Таллина и Кохтлоярве последуют и другие самоуправления, на возврат причитающихся сумм, а они могут быть немалыми, в ближайшее время рассчитывать будет сложно, поскольку эти деньги в госбюджет нынешнего года не заложены. Так что возместить их можно будет или в рамках дополнительного бюджета, или же через главный финансовый документ уже будущего года. Наталья Малюс, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.